сосна хорошо прям идет прям щетиной стоит все нормально мокро так итак начнем здесь работе моменты грядки у нас идут трехметровый пролет теневика грядки идут по метр десять проход пожалуйста для тачки нормальный самое то что надо сейчас я буду делать землю и вам все покажу так грядки по 15 метров то есть метр десять на 15 здесь вот уже еще для одного пролета потом сюда повесим сетку так получается грядки по 15 метров и пролеты по пролеты у нас тут пролетов много тут четыре пролета вот это прожилина это для посева семян здесь будут две грядки для посева семян а здесь будут грядки без прожилина они на них доска не будет здесь будет рассаживаться сами растения уже маленькие двухлетка трехлетка там как какие останутся у нас после продажи затем вот один второй третий четвертый и так сюда мы берем доску доску обходим с обоих сторон для того чтобы повесить сетку для того чтобы повесить сетку прикрепиться к ней и для того чтобы туда как можно меньше всяких зучков паучков в грядку вам проходила доску я беру 15 потом еще вниз вкапываю еще одну доску для того чтобы но это чисто вот по боку потому что она должна быть крепкая и как можно ну глубже пришлось зарываться ручкам чтобы проникнуть в грядку конечно это все перекопается все тут уберется это корешки все эти а вот насчет грядок там у нас мы мы обошли доской и там и здесь обошли и это будет теневик сейчас здесь вот я уже обхожу доской уже следующий следующий как вам сказать отдел ну то есть вот так вы выкапываете но выкапывается это потом покажу сейчас вы сейчас главное откисти не веком вот еще один там обойдем доской мы сейчас я сейчас обойду и здесь с этой стороны тоже обойду доской здесь тоже прожильные есть получится четыре грядки у нас две грядки здесь и две грядки там четыре грядки для посева семян затем затем все это делаются дорожки отсюда отступается метр десять ну пойдемте наверно в тот теневик ну вот этот скелет примерно теневика вы видите потом сюда вешается сетка на зиму извиняюсь наверх не вешается осую сюда спокойно повешите сетку все нормально будет за зимой она постоит весной у вас уже будет просто грядки готовые для посева вот здесь я говорю отдел и вот там отдел у нас будет для посева четыре грядки будут готовы не считая еще там у нас пару грядок есть то есть сеть следующую весну будем очень много а сейчас пойдемте я вам покажу ну в общем вот этот теневик если отсюда можно видеть на 4 отдела 1 2 3 4 2 из них отдела под семена сейчас мы пройдемте по покажу уже готовые грядки ну так под семена потом вот для чего вот эти прожилины делаются эти прожилины делаются для того чтобы на них ставить доску почаще это еще здесь редко наставлено а потом на зиму накрывать их чтобы снег не подавил и и вообще когда они всходят от дождя спасаться ну здесь мы уже сделали грядки вот там мы обошли с той стороны доской сетку повешали здесь копали перекопали две недели назад ну после дождей я уже смотрю что у нас тут получается трава растет но ничего страшного это будет перекапываться все равно однозначно песок насыпаем сначала сюда перекапываем перекапываем это грядка для рассадки сеянца отступаем здесь расстояние у нас трехметровое отступаем здесь метр десять и с другой стороны метр десять проход получается ну сантиметров 50-60 ну там 70 где также обходим доской ну здесь уже двойную не надо здесь простая здесь мы все перекопали с песком земля стоит здесь идет пойдет доска и здесь скорее всего будет сеется можжевельник мы перекопали и еще сверху насыпали песка песка сверху насыпается ну примерно сантиметров ну сколько здесь два сантиметра два сантиметра еще то есть песок не навредит ну приборщить ну одну треть можно насыпать то есть землей чтобы было две трети грунта и одна треть земли ой песка извиняюсь ну вот насыпали песка сверху чернозема и перекапываем там уже был чернозем заодно мы как бы это готовим землю к посеву семян но можно и рассадить тут тоже нет в принципе плохого ничего не будет и даже хоть вот выбираем все корешки травки все и вот так вот делаем то есть вскапываем сначала чернозем вскапываем убираем корешки потом на песка песка насыпаем опять вскапываем убираем корешки будет все расти никаких удобрений не надо не добавлять в почву ничего не просто сделайте землю более-менее рыхлую для семян это вообще прекрасно ну а для для мелкого семян тоже неплохо вот здесь вот на этом клочке например 100 штук спокойно влезет ну ладно и так далее и тому подобное ну а потом как здесь вот тоже ну здесь для вот такие вот должны отделы у вас появится здесь потом что мы делаем по поводу семня проходов здесь кладется здесь мы ставим гидроизоляцию на низ ложим просто и сверху насыпаем семень больше ничего не придумаем там у нас был крупный в том теневике семень здесь мелкие ну посмотрим как он себя поведет говорят что разваливается ничего страшного нет это чтобы сильно не в грязи не быть как бы когда выкапывать начнешь когда сажать начнешь земля все равно можно накрыть на на зиму что-нибудь чтобы земля уже была у вас не такая сырая хотя я на зиму всегда оставляю лучше пусть и промокнет хорошо чем но здесь у нас тоже четыре отдела то есть плюс тех четыре отдела получается на сто восемь отделов грядки для посева раз два три и там плюс четыре семь грядок для посева 15 12 метр нет получать 15 метров метр мы оставляем на проход вот стою в проходе метр оставляем на проход но чтобы тачка проходила легко чтобы большие растения можно было вытаскивать и потом в принципе все земля я показал какая простой чернозем ничего выдумывать придумать не надо то есть ли если вам пришла елка наша вот на такую ну здесь у нас сосна однолетка растет она посеянная поэтому так густо так вам вам ничего не надо сделать вот такую грядочку просто на квадратный метр входит около 100 штук то есть тысяча тысяча входит на 10 метров здесь 14 метров получается на 14 метров вот 1400 где-то войдет если рассаживать в промежутках 10 на 10 но мы рассаживаем тачки потом в такие грядки у нас ходит две две с половиной тысячи но это для посадки он вот как вот такая грядка она будет для посадки здесь нет ничего даже доску не на что положить но это как бы это уже другое дело просто за сеткой надо следить конечно чтобы она вот так вот уже просто оторвалась тут но это потом время будет где мы будем подготавливать все я думаю сделаем все нормально ну так выкапываем потом кладется одна доска вторая то есть доска вот такая вот то есть доску мы кладем вот такую это десятка у нас а 15 кладем и сверху не и там вот у нас есть горбыль под низ и выкладываем все нормально ай ничего себе тяжелое вот это лиственница наверно до бешено тяжело скорее всего ну конечно лиственница намного плотнее материал я не хочу ее брать мне я не хочу брать лет но земля как увидим вы можете видеть что у нас земля она чернозем чернозем ничего сюда добавляется песок и все больше ничего вот мы прокопали ставим доску выставляем ее но желательно по уровню кто на глаз кто не на глаз сейчас мы возьму лопатки подставлю ну примерно я давку ставлю вот так где-то от земли чтобы сантиметров семь-восемь от неперекопанной ну там шея длинная шестиметровая доска и уходит две с половиной доски в принципе нормально но самое трудное в принципе вот эти делать доски которые держат сетку потому что если не сделать по моему опыту опять же если этого не сделать то сетка может поднять дождь доску поэтому надо саморезами по металлу желательно ее прикрутить раз ну то что криво ничего сейчас она с той стороны поднимется я по уровню выставлю ее можно взять с собой идем на край этой доски подставить это можно сейчас мы тут по уровню посмотрим ну кто-то так делает кто-то кто-то может по-другому будет делать это уже конечно ваше личное дело я делаю так и к столбам нужно прихватиться саморезами по железу и тогда эту доску точно не вырвет ветром если даже она будет дергаться сильно а было такое что мы не прикрепляли и приходили на утро сетка вместе с доской подымалась так ну уровень в принципе уровень соблюдать прям точно точно не не строго обязательно поэтому главное чтобы он был все теперь убираем лопатку доска у нас висит принципе по уровню чуть-чуть может быть да чуть-чуть промахнулся но это ничего критичного нет потому как теперь можно прикручивать он прикручивать желательно на два самореза где я на один прикручивать вот два самореза есть теперь на другую стойку пойдемте может быть конечно не стоило так подробно все это объяснять но все равно нас на все вопросы не ответишь ямку отрываю это для самореза по для шуруповерта сейчас и заодно проверим стоят криво у нас столбы опять же если они стоят криво это не критично сильно заметно это не будет все она теперь наметло держится ну еще один здесь сделаем и затем уже здесь надо открыть потому что саморез криво шуруповерт криво встает ну и за ними самолет конечно и потом вы мухи ну я не такой великий строитель ну то что делаю делаю ребята по умнее простят меня начинающему как говорится таска у нас лежит очень хорошо теперь поставим в эту же вторую и третью между ними кулушек сейчас я покажу как и вот сюда у нас пойдет уже доска горбыль вот так у кого есть доски пошире пожалуйста делайте сразу досками пошире это будет намного проще и намного легче у меня нет таких досок и я честно не нашел у нас в городе чтобы прям хорошие доски были вот это такого горбыля он широкий всякий разный но толку от него нет его все равно где-то подрубать подбеливать а так мне намного проще легче это мне то я так делаю вы можете придумать хоть что почему обходится доской а не именно вот другим чем-то ну что доска я считаю для хвойных все равно когда поливаешь она все равно отдает и у нас практически вся доска из хвойных поэтому она отдает и хвоей вот она прижата в принципе там два-три самореза она нормально это уже можно в принципе закапывать если захотеть все закапываем с той стороны закапывать все вот у нас идет грядка вот можно увидеть с этой стороны потом это все насыпается песка и перекапывается ну а с той стороны намного легче боковушку метр десять и между рядами до грядки рядом грядки получится у нас и получится ну там просто одна доска там не надо уже вот вторую что-то придумывать сейчас мы будем соединять где мой великий топор соединять доску между собой но это можно опять же не только здесь такие колышки бить можно пить ее трехметровом пролете чтобы они попросили бы хотя вот здесь я кстати этого не сделал хотя можно было вот здесь вот в колышек еще убить вот здесь колышек бить ну и в каждом трехметровом пролете можно было однозначно бить и было бы прекрасно ладно сейчас мы прикрутим доску между собой они соединяются вот так вот потому что резать пилить по три метра ну сейчас я это доделаю я думаю принцип вы поняли сейчас пройдусь вот так же доской потом подсыплю это все к примеру вот так вот вот грядочка будет отсюда идти уже перепахает может мотоблоком может всем я не знаю но с чем-то посмотрим трава вот не нужно здесь можно дома то есть вторую доску мы практически зарываем зарываем землю вот она идет вот ее чуть-чуть видно а здесь уже пойдет рассаживаться после песка после все перекопки сеянец или стереть и с той стороны тоже видите расстояние вот от доски вот примерно ну здесь поменьше здесь побольше ну опять же это все перекопается потому что я когда выкапывал брал все туда выкидывал и у вас должно получиться вот такая вот вот такая вот полоска на которую мы будем цеплять сетку на этом уважаемые друзья все с вами был евгений филимонов и были на канале питомника хвойный дворик всего удачи всего доброго удачи